друзья всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал а маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки также в описании к этому видео вы найдете ссылку на наш официальный телеграм-канал а маркет с торговыми идеями обязательно подпишитесь и очень много контента конкретных рекомендаций того что можно делать в моменте по разного рода финансовым активом в качестве дополнительного подспорья в принятии решения информация практически незаменимая ну что ж мы довольно неплохо отработали эту неделю и в принципе также неплохо и и закрываем сегодня у нас на повестке экономического календаря несколько релизов на которые стоит обратить внимание это данные личные доходов и личных расходов 15-30 по московскому на времени согласно прогнозам а статистика будет неплохой друзья и ранее я в принципе уже давал рекомендацию как нужно интерпретировать сейчас американские данные и опять же возвращаясь к тому что а ситуация этой интересной в принципе какой бы ни вышла статистика мы все равно прежде всего смотрим на решение американского регулятора а касательно той политики которая проводится нам не нужно додумывать за него достаточно ли прогресса в отдельных секторах экономики для того чтобы позиция регулятора изменился нам нужно просто слушать комментарии представителей федрезерва и а прежде всего сейчас нам нужно дождаться официального первого официального после последних данных по инфляции выступление главы американского регулятора джерома а паула я вам друзья вчера говорил что на повестке вчерашней торговой сессии под вечер было выступление главы министерства финансов джанет хеллин и в принципе ее риторику мы сможем с вами наложить как бы проекции на то что потенциально расскажет джером паула безусловно джанет хеллин прежде всего говорила за свое ведомство за политику а связаны с долговым рынком облигационным но были комментарии касательно текущей макроэкономической конъюнктуре конечно же комментарии касательно инфляции то что текущий рост это временное явление в принципе эта фраза была подтверждена повторена и и соответственно точно такой же комментарий от джерома паула яду думаю расставить все на свои места и даст а четкую более ясную установку для тех кто еще сомневается относительно того как действовать по доллару индекс американской валюты сейчас 90 пунктов друзья на по факту выхода сегодняшних данных я склонен полагать то что мы завершим эту неделю ниже данные отметки но даже если индекс доллара под закрытие текущей а торговой сессии окажется незначительно выше это все равно никак не повлияет на мой настрой да и в целом на настроение средне долгосрочно ориентированных трейдеров потому что индекс американской валюты неуклонно продолжит снижаться вниз с периодическими коррекциями это и есть нормальное проявление о трендовой динамики десятилетние облигации 1 и 6 процентов принципе те же самые значения что и раньше поэтому нет никакой угрозы данные которые вышли вчера неоднозначное влияние оказали на доллар поскольку компенсировали друг друга заказы на товар длительного пользования минус 1 3 процента хуже чем ожидали эксперты первичные заявки на пособие по безработице лучше чем ожидали эксперты 406 тысяч новых обращений с прошлого показателя 444 тысячи годовые данные по ввп предполагалось что окончательная оценка за первый квартал будет она уровне шести и трех процентов точнее шести и пяти процентов фактическая цифра ниже 6 и 4 на символичный конечно же показатель ниже расходы на личное потребление компенсировали негатив с вызваны данными по ввп поскольку они выросли на два с половиной процента с двух и трех я предлагаю оставить в покое весь этот блок макроэкономических данных и сегодня сфокусироваться на двух отчетах по личным доходам личным расходам но учитывая друзья как растет инфляция я с вероятностью сто процентов могу сказать вам что сегодня мы увидим как увеличение доходов так и разумеется роста расходов и будем в этом искать поддержку для рисковых инструментов для американского фондового рынка который неплохо сейчас растет с нп 4211 пунктов и процент отделяет его от нового исторического максимума и возможно до конца а текущей торговой сессии этот максимум будет подвергнута на тестированию поэтому прогнозируемо хорошая статистика поддержит ралли рисковых активов евро фунта новозеландца а канадца американского фондового рынка и обеспечит снижение курса американского а доллара голлман сакс по поводу перспективы изменения денежно-кредитной политики полагают что сворачивание программы количественного смягчения начнется только лишь в двадцать втором году в первом квартале и остатка будет повышена в двадцать третьем году это кстати самая оптимистичная оценка по срокам среди всех более-менее значимых инвестиционных банков золото 1893 по-прежнему ставка на лонг и движение выше тысячи девятиста десяти долларов за трость консул как локальный максимум а предыдущий торговой сессии это движение актуально и здесь не нужно полагать что а золото развернулся теперь будет корректироваться потому что фундаментальным базы для этого по-прежнему нет доллар канадец 120 наша цель сейчас котировки 120 77 и нефть друзья растет как мы и полагали я попробую даже рискнуть и сказать что цель в 70 долларов за баррель мы добьем уже сегодня потому что локальный максимум который мы видели на азиатской сессии был шестьдесят девять шестьдесят два сейчас котировки 69 50 пол доллара это ерунда для весьма волатильной динамичной а нефти почему котировки нефти растут это на может быть остаточный резонанс от данных по запасам которые ранее просели и повторили тенденцию того что запасы должны снижаться когда растет активное потребление увеличивается загрузка и трафик на дорогах летать больше самолетов спрос на авиационное топливо и так далее статистика сша в целом если опустить опять же отдельные более-менее слабые отчеты то и ориентироваться например только на рынок труда то здесь конечно же несомненный позитив и прогресс который поддерживает ожидания более высоких темпов роста американской экономики до конца этого года и соответственно более высокие показатели потребления также я хочу напомнить вам друзья что в начале следующей недели состоится очередное заседание опек и учитывая что потенциальная сделка сша и иран она все еще возможно ее вероятность не так высока как две недели назад она все еще возможно я думаю что страны опек могут как бы проактивно думая наперед рассмотреть возможность дополнительного сокращения производства либо хотя бы намекнуть нам что при увеличении поставок нефти со стороны ирана участники энергетического пакта будут готовы скорректировать объем общей добычи если такое заявление появится поступит на рынок на следующей неделе то котировки точно окажется выше 70 долларов за баррель ну там же будут новые сделки рекомендации о них я вам расскажу подробнее поэтому ожидание роста цен на нефть все будет поддерживать на канадец а наша цель 1 20 остается 70 с небольшим х пунктов новозеландский доллар держим ланге с целями 074 сейчас 072 73 и 2 дуэта рисковых инструментов эталонных евро доллар 12188 я думаю что до заседания и цб до 10 июня европейских актива даст цель нам 12350 то есть фактически 160 пунктов потенциального профита в ближайшие 10 дней и фунт против доллара а очень хорошая вчерашняя торговая сессия 142 сейчас это уже выше тех значений с которых мы эту пару покупали до цели 143 остается 100 пунктов друзья на этом собственно все хорошего вам закрытия недели и хороших выходных до скорой встречи понедельник всем пока